Всем привет! Меня зовут Татьяна Андреева, и вы на канале Автозакордон зимой и летом, где мы продолжаем рассказывать об умных городах и странах, у которых есть чему поучиться, даже если вы никогда их не посетите. Я Константин Красовский. Сейчас мы пересекаем по мосту речку Гломо, на берегах которой стоит норвежский город Фредрикстад. На восточном берегу расположен исторический центр города, а на западном – современный. Этот город мы посетили во время нашего Балтийского путешествия. Ссылку на другие видео из этого путешествия вы можете увидеть в правом верхнем углу экрана. Мы расскажем вам о том, как может быть организована жизнь города, стоящего на реке, так, чтобы Фредрикстад в 2017 году, когда ему исполнилось 450 лет, получил звание самого привлекательного города страны. Сейчас мы находимся на пристани, которая называется «Центр». Можно отправиться в район города Гресвик, находящегося на реке Сеутелла. Можно поплыть на остров Изогран. И далее можно попасть в старый город, где находится крепость. Между старым городом и новым каждые 15 минут ходит корабль. За 2 минуты можно пересечь реку. Вот есть подробное расписание, все есть. И самое главное – эти пароходики бесплатные для всех и для местных жителей, для туристов. Город Фредрикстад назван в честь короля Дании и Норвегии Фредерика II. Как видите, парень был веселый, днем работал королем, а по вечерам играл в местные рок-группы. И поэтому ему установлен памятник с гитарой. Хотя первоначально город назывался Фредерикстад, как требовало имя короля, в 1877 году вторая буква «Е» выпала. И теперь он называется Фредрикстад, что позволяет его отличить от района Копенгагена, который называется Фредерикстад. На самом деле Фредерик II в этом городе никогда не был. Так, пару раз проплывал на корабле мимо, но именно по его указу был основан этот город. Самой старой частью города является та часть на восточном берегу реки, где находится крепость. Причиной для основания города послужили трагические события Семилетней Северной войны 1563-1570 годов. Война началась после распада, объединившей Данию, Швецию, Норвегии и Кальмарской унии, о которой мы уже рассказывали в фильме о Мальме. Ожесточенные боевые действия были спровоцированы двумя психически больными королями – Кристианом II из Дании и Эриком XIV из Швеции. Безумие этих королей было осознанно их подданными, и оба они провели последние годы своей жизни в заточении. Но война была развязана. В ходе этой войны шведы сожгли дотла норвежский город Царбсборг, о котором мы тоже расскажем. Фредерик II в 1567 году издал указ, повелевавший взамен сожженного города построить новый в 15 километрах ниже по течению реки Глома. Город располагался недалеко от места, где Глома впадает в море – в проливе Скагирак. И такое местоположение оказалось очень выгодным, как в торговом, так и в военно-стратегическом отношении. И эта часть реки также является частью так называемого Ослофьорда, о котором мы подробнее расскажем в одном из следующих видео. Небольшой остров посреди города называется Изегран. Он же является наиболее ранней, упоминаемой в истории частью этой территории. Здесь еще в 1200-х годах располагалась небольшая крепость. Именно из Изеграна мы начали наше знакомство с Фредерикстадом, поскольку там располагалась наша гостиница под названием «Магазин Нет», то есть склад. В 1670 году, вскоре после основной крепости на противоположном берегу, здесь был построен форт и платформа для батареи. До 1680 года Изегран был единственным военно-морским портом Норвегии, но и далее оставался базой флота. Вдоль канала, отделяющего остров от берега, расположен морской центр строительства и восстановления деревянных кораблей, а также единственная в стране судостроительная школа. Так называемый «желтый» или «имперский дом» был построен здесь в 1730 году и считается самым старым деревянным зданием во всем Остфольде. Часть острова занимает сад эпохи Возрождения, восстановленный в 1985 году. Здесь же расположен памятник археологу Эрлингу Йохансену, который изучал передвижение Кремени, подхваченного ледниками на пляжах Дании и Схоны и перенесенного в северном направлении, и использование его людьми, жившими в каменном и бронзовом веке. Здесь мы увидели, как организована работа речного пассажирского транспорта, на котором жители и туристы могут бесплатно путешествовать между разными частями города. На табло обозначено направление и время отправления следующих кораблей. Чуть в стороне от причала находится крытая беседка со скамейкой, информацией на норвежском и английском, и, самое главное, кнопкой, которую должны нажать пассажиры, если они хотят, чтобы рейсовый корабль причалил на эту пристань. Мы воспользовались услугами речного транспорта три раза. Наш первый рейс был с острова и сыгран на восточный берег Глома, где расположена крепость. Впереди, вверх по течению реки, перед нами появился большой мост, по которому мы проехали накануне вечера. И в этом рейсе мы видели, как плывет другой рейсовый корабль, который позже отвезет нас на западный берег Глома. Спустя сто лет после основания города в 1663-66 годах была построена крепость Фридрикстад со рвами и бастионами. Проект крепости следовал старой голландской системе, где основное внимание уделялось широким рвам и земляным валам. В целом крепость построена в форме звезды, края которой были приспособлены под пушки. В 1716 году на Норвегию двинулся сам Карл XII, успевший вернуться в Швецию после Полтавы и Турции. Сам король двигался с войском по суше, а припасы везла морем флотилия из 44 кораблей. Но норвежский флотоводец Педер Турденшельд, использовавший Фридрикстад как базу для своего флота, в битве при Дюникелине захватил или сжег шведские суда. Так что Карл XII вынужден был отступить. Через два года он снова повел войска на Норвегию, но при осаде города Фредериксхальд, ныне Хальден, был убит прямым попаданием в голову. Карл XII стал последним европейским монархом, который погиб в бою. В крепости Фредрикстад до 2002 года был военный гарнизон, но сейчас она стала местом в фестивалях, ярмарах, кафе и музеях. В здании, к которому сейчас подходим, когда-то была таможня, а теперь городской музей. Видимо, здесь вчера был фестиваль, который грохотал, и нам даже было слышно на соседнем острове. Многие здания в старом городе, да и в новом тоже, деревянные, потому что Норвегия богата лесами. В XIX веке в Фредрикстаде располагалась лесопилка, превратившая город в центр судостроения и экспорта древесины. С использованием дерева связано и то, что старый город не раз страдал от пожаров. Чтобы хоть как-то предотвращать катастрофы, власти, среди прочего, пообещали 30-летнее освобождение от уплаты налогов тем, кто соглашался возводить свои дома исключительно из камня. Но ни угрозы, ни опоощрения не помогали. Большинство жителей продолжали строить дома из дерева. Производит впечатление то, как бережно власти города относятся к этим, казалось бы, совсем небольшим домам, но в которых людям нравится жить. Дорога, по которой мы въезжали в город, пару раз ныряла в грандиозные тоннели, проложить которые оказалось проще или предпочтительнее, нежели переместить дома живущих здесь людей. Постепенная индустриализация общества положила конец лесопилкам. Однако она заставила сконцентрироваться на производстве другой продукции. И сегодня город стал одним из важнейших индустриальных центров Норвегии, известным своей химической и легкой промышленностью. В 1877 году Фредерик Стат стал также первым городом в стране, где была проложена электрическая сеть. Вот, а теперь мы вышли опять на тот пролив, куда мы приплыли, и мы возвращаемся к пристани. Вот здесь, наверху над пристанью, обнаружилась вот такая скамейка с замечательным видом. И сейчас я отсюда вам покажу, где мы были и куда мы направляемся. Здесь есть пристань в старом городе. Вот оттуда мы приплыли с этого острова. Это один маршрут. Сюда приплыли, на вот эту ближайшую пристань. А сейчас мы поплывем обратно. Вот на одном из этих красных корабликов он приплывет на ту дальнюю пристань. И мы поплывем в вот эту часть города. Церковь в старом городе стояла на этом месте с 1653 года. К сожалению, она неоднократно страдала от пожаров и наводнений. Нынешнее каменное здание было построено в 1779 году. Оно еще называется Восточной церковью Фредрикстата. А Западной церковью называют собор, расположенный на западном берегу реки. Собор Фредрикстате был построен в 1880 году в стиле неоготики. В плане он представляет собой латинский крест. На западной стороне расположена башня высотой 72 метра. Как вы видите, когда делались гугл-карты, эта башня была на ремонте. Но во время нашего визита она уже предстала во всей красе. Вот такая впечатляющая неоготика протестанская церковь, фредральный собор. Как и в большинстве городов, церкви всех представленных конфессий располагаются недалеко друг от друга. Католическая церковь Святой Бергитты была построена в 1879 году. Первоначально там было всего 40 прихожан, а сейчас их почти 3000, во многом благодаря иммигрантам из католических стран. В скандинавских странах, которые традиционно протестантские, можно увидеть нередко, что католические церкви имеют вид вот таких вот новостроек. Совсем недалеко от протестантской католической церкви находится методистская церковь. Интересно, что на веб-странице церкви, кроме плана мероприятий, для связи указана и страница в Facebook. Часть города, где расположены эти три церкви, являются административным центром. Здесь мы видим дорогие гостиницы, дом общины, ратушу с указателями во все стороны мира, парки с причудливыми фигурками оленей. При каком-то ракурсе все должно сопоставляться в единую картинку. Здание здесь не только традиционное деревянное или кирпичное, но и ультрасовременное из стекла и бетона. Здесь и недавно построенные церкви, которые еще не были обозначены на гугл-картах. Ближе к набережной наше внимание привлекла статуя, одетого в зимнюю одежду человека с лампы. Она оказалась привлекательной и для других туристов, которые, как и мы, оказались в северной стране в жаркий летний день. При более внимательном рассмотрении оказалось, что это фигура сторожевого, логотип страховой компании, которая таким образом показывает свою постоянную заботу о благополучии клиентов. Готовимся в третий раз воспользоваться услугами речного транспорта в городе Фредрикстад. И нас беспокоит вопрос о том, как сообщить, что нас нужно высадить на острове Изегран. Оказалось, что все очень просто. Нужно нажать на соответствующую кнопку. Вот так пассажиры на берегу и на судне могут просто и понятно взаимодействовать с экипажем. Но это не единственный вид транспорта в городе. А вот еще один атрибут умного города. Вот смотрите, электрическая машинка. Вот этот номер, начинающийся на букву Е, означает, что она электрическая. И вот здесь можно видеть, что она стоит и заряжается. Принадлежит мне принципиалитету города Фредрикстад. И вот мы отправляемся в наш третий речной рейс. Рядом с этой центральной пристанью, от которой мы отплываем, пешеходный мост. А вот нам навстречу едет другой кораблик этой линии в противоположном направлении. На берегу реки построено здание, которое называется Домом литературы. Обширные пространства на этажах зданий используются для выставок и мероприятий, программа которых постоянно меняется. Люди, посетившие это здание, сообщают, что организаторы успешно предлагают что-то интересное для каждого. В 1814 году разразилась новая шведско-норвежская война. В этот раз политическая ситуация была очень неблагоприятной для Норвегии. В ходе наполеоновских войн Дания и входившие в ее состав Норвегия оказались в союзе с Наполеоном, а Швеция в союзе с Англией. После поражения Наполеона Дания вынуждена была подписать в городе Кили мирный договор, согласно которому Норвегия передавалась Швеции. Но норвежцев возмутило это решение, ведь они не были колонией Дании. Их связывала так называемая личная уния, когда два королевства имеют одного монарха. Норвегия объявила независимость, но шведы двинулись захватывать полученную по договору страну. Силы были неравны, с моря Швецию поддерживала Англия. В августе 1814 года крепость Фредрикстад была осаждена шведскими войсками. Под угрозой стрельбы из пушек комендант Нильс Хальс принял решение, которому теперь аплодируют все туристы. Он сдал город без боя. Белого флага у него не было, и на флагштоке взметнулась огромная белая фата невесты. Таким образом, он спас крепость от разрушения и стал реальным хранителем исторического наследия. В результате крепость Фредрикстад стала единственной крепостью в Норвегии, которая сохранилась в прежнем виде. Норвегия тогда вошла в состав Швеции, но вновь на правах личной унии, то есть король Швеции стал также и королем Норвегии. Шведско-норвежская уния имела даже свой флаг, но в 1905 году она распалась. Швейцар. Вот наш приспать. Вот там. Ну, благодаря тому, что мы вызвали остановку с Листоги, Им повезло. Во-первых, корабли здесь остановятся, а во-вторых, как раз 4 человека сойдут. То есть мы. А это люди, конечно, живущие в нашей гостинице. There is exactly four places on the ship, because we four are exiting. Покидаем нашу гостиницу и едем по мосту, под которым недавно проплыли. И теперь мы понимаем, почему под ним шел дождь. Оказывается, и этот, и другой мост постоянно омывается водой. Проезжаем мимо Домского собора и приближаемся к большому мосту, с которого начинался наш фильм. Перед въездом на мост обращаем внимание на разметку на правой полосе движения, которая обозначена 2+. Это один из вариантов обозначения полос HOV – High Occupancy Vehicle Lane, то есть полос, по которым имеет право двигаться только транспортные средства с пассажирами. Но это не полосы только для общественного транспорта, что более привычно. Здесь могут двигаться и личные автомобили, но важно, чтобы в них находился не один водитель, а также хотя бы один пассажир. Введение таких полос в умных городах и странах способствует смещению акцента. Автомагистрали становятся не средством передвижения автомобилей, а средством перемещения людей. Машина, которая перестроилась вправо в конце моста, ехала по левой полосе, поскольку в ней был только один водитель, и он не имел права ехать по правой полосе. Так закончилось наше короткое пребывание в самом привлекательном городе умной страны Норвегии. Из Фредрикстата мы поехали в тот самый город Сарбсборг, на замену которому был основан Фредрикстат. Если вам интересно следить за нашими путешествиями, подписывайтесь на канал Автозакордон зимой и летом, и пишите в комментариях, о чем вам было бы интересно узнать в следующий раз. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok